Исламская революция в Иране, также известная как Иранская революция 1979 года, стала одним из важнейших событий в современной истории Ближнего Востока и исламского мира. Эта революция привела к свержению монархии Пехлеви под правлением Мохаммеда Реза Шаха и к созданию Исламской республики под руководством Айаталыру Холлы Хамини. Революция была сложным и многогранным процессом, включавшим сочетание социальных, политических, экономических и религиозных факторов, назревавших на протяжении десятилетий. В этом эссе будут рассмотрены причины, ключевые события, последствия и глобальное влияние исламской революции в Иране. Предпосылки и причины революции. Иран при династии Пехлеви проходил через быструю модернизацию и секуляризацию, особенно в период правления Мохаммеда Реза Шаха, 1941-1979 год. Его правление было отмечено усилиями по вестернизации страны и превращению ее в региональную державу. Белая революция Шаха, начатая в 60-е годы XX века, представляла собой серию реформ, направленных на модернизацию экономики Ирана, перераспределение земель и улучшение образования и здравоохранения. Однако, несмотря на намерение модернизировать страну, эти реформы отчуждали большие слои населения, включая духовенство, торговцев базаров и сельских крестьян. Одной из главных причин революции стала авторитарная природа режима Шаха. После государственного переворота 1953 года, поддержанного ЦРУ и британской разведкой, Шах консолидировал власть и правил Ираном железной рукой. Он подавлял политическую оппозицию, особенно со стороны левых и исламистских групп, используя совак, жестокую тайную полицию. Политические партии были запрещены или сильно ограничены, а публичные выражения недовольства не допускались. Режим Шаха считался коррумпированным и оторванным от нужд и интересов простых иранцев. Кроме того, быстрая вестернизация Ирана, особенно при тесном союзе Шаха с Соединенными Штатами, вызывала негодование среди религиозных лидеров и консерваторов. Многие иранцы видели в Шахе марионетку западных держав и считали, что его политика подрывает культурную идентичность Ирана и исламские традиции. Это особенно касалось улемов, исламского духовенства, которые были отстранены от политического процесса и решительно выступали против секуляризации иранского общества. Экономическое неравенство также было важным источником недовольства. Хотя экономика Ирана росла в 70-е годы XX века за счет увеличения нефтяных доходов, богатство концентрировалось в руках небольшой элиты, тогда как многие иранцы жили в нищете. Политика развития Шаха зачастую приносила выгоду городской среднему классу и богачам, оставляя крестьян и рабочий класс в отчуждении и разочаровании. Восхождение Айаталы Хамени Айатала Рухолла Хамени, видный шиитский духовный лидер, стал ключевой фигурой оппозиции к Шаху. Хамени был яростным критиком политики Шаха с 60-х годов XX века, особенно осуждая земельные реформы Шаха и его тесные связи с Западом. В 1963 году Хамени был арестован и впоследствии отправлен в изгнание за критику Шаха, но его влияние только усилилось в годы изгнания, особенно после переезда в город Ниджав в Ираке. Из изгнания Хамени развивал революционную идеологию, которая сочетала исламские принципы с антиимпериализмом и антивестернизмом. Он призывал к свержению Шаха и созданию исламского правительства, основанного на принципе, вела Этифаких, опека исламского юриста, которая предусматривала политическое лидерство духовенства. Послание Хамени находило отклик у широких слоев иранского общества, от религиозных консерваторов до студентов-леваков, разочарованных авторитаризмом режима Шаха. Влияние Хамени продолжало расти в течение 70-х годов XX века, особенно благодаря использованию кассетных записей и брошюр, через которые его речи распространялись среди сторонников внутри Ирана. К концу 70-х годов Хамени стал бесспорным лидером оппозиции, и его призывы к свержению Шаха находили широкую поддержку среди различных слоев иранского общества. Развитие революции К концу 70-х годов XX века режим Шаха сталкивался с растущим сопротивлением со всех сторон. В 1977 году по всей стране начались протесты, первоначально возглавляемые студентами и интеллектуалами, требующими политических свобод. Эти протесты быстро росли по размеру и масштабу, поскольку к демонстрациям присоединялись религиозные группы, рабочие и торговцы. Ответом Шаха стало применение силы для подавления беспорядков, но это лишь усилило гнев и негодование. В январе 1978 года наступил переломный момент, когда правительство опубликовало статью в Государственной газете, направленную против Айаталы Хамени. Эта статья вызвала возмущение, что привело к массовым протестам в городе Кум, религиозном центре Ирана. Жестокие репрессии со стороны правительства против этих протестов привели к гибели нескольких демонстрантов, что запустило цикл траурных церемоний, новых протестов и дальнейших репрессий. На протяжении 1978 года протесты росли в размерах и интенсивности, миллионы людей выходили на улицы с требованиями отречения Шаха. Забастовки рабочих, особенно в нефтяной промышленности, парализовали экономику, еще больше подрывая авторитет Шаха. К осени 1978 года стало очевидно, что режим Шаха на грани краха. Правительство объявило военное положение, но это не помогло подавить восстание. В январе 1979 года Шах покинул Иран, якобы на «каникулы» за границу, но никогда не вернулся. Его отъезд ознаменовал конец монархии Пехлеви. В феврале 1979 года Аятала Хамени вернулся в Иран после 15 лет изгнания, и его встретили как героя. В течение нескольких дней монархия была официально свергнута. 1 апреля 1979 года на всенародном референдуме была учреждена Исламская республика Иран, а Хамени стал ее верховным лидером. Последствия и создания Исламской республики. Непосредственные последствия революции сопровождались периодом политического хаоса, когда различные фракции революционного движения боролись за власть. Левые, светские националисты и различные исламистские группы, которые объединились для свержения шаха, теперь вступили в конфликт относительно дальнейшего курса страны. В конечном итоге Хамени и его сторонники среди духовенства вышли на первый план, отстранив или подавив соперничающие фракции. Видение Хамени Исламской республики предполагало, что духовенство под его руководством будет обладать высшей властью. Новое правительство внедрило строгие исламские законы и стремилось очистить страну от западных и светских влияний. Многие бывшие чиновники шаха были казнены, а страна претерпела драматические изменения, при которых исламские принципы регулировали все аспекты жизни, от политики до образования и судебной системы. Создание Исламской республики вызвало сопротивление как внутри страны, так и за ее пределами. Внутри Ирана этнические меньшинства, светские интеллектуалы, активисты за права женщин и левые группы пытались оспорить власть нового режима, но эти движения были в основном подавлены новым правительством. На международной арене революция имела серьезные последствия, особенно на Ближнем Востоке. Она вдохновила исламские движения по всему региону, одновременно вызвав тревогу у западных правительств и соседних арабских государств, которые опасались распространения революционного ислама. Глобальное влияние Исламская революция оказала значительное влияние на мировую геополитику. Для Соединенных Штатов революция стала серьезным ударом. Иран был ключевым союзником в регионе, и потеря шаха как прозападного лидера резко изменила баланс сил. Последующий захват посольства США в Тегеране и кризис с заложниками, в ходе которого 52 американца были удержаны в течение 444 дней, еще больше обострил отношения между двумя странами. На Ближнем Востоке революция вдохновила волну исламского возрождения и активизма. В таких странах, как Ливан, Ирак и Пакистан, шиитские группы черпали вдохновение в успехе Хамини и стремились воспроизвести иранскую модель. Революция также обострила сектанские разногласия в регионе, так как суннитские арабские государства с подозрением относились к подъему шиитского исламского государства в Иране. Исламская революция в Иране стала поворотным событием, которое кардинально изменило страну и оказало значительное влияние на Ближний Восток и весь мир. Революция стала результатом сочетания таких факторов, как политические репрессии, экономическое неравенство и стремление сохранить исламскую идентичность в условиях стремительной вестернизации. Революция не только положила конец монархии Пехлеви, но и установила новый политический порядок, основанный на исламских принципах, последствия которого продолжают формировать внутреннюю и внешнюю политику Ирана по сей день. Продолжение следует...